Всем привет! Сегодня выходной день. В Анталии довольно жаркая погода, около 40 градусов тепла. Сейчас вылезет скриншот на экран с состоянием погоды на сегодня. Мы прибыли в парк СРСУ, чтобы отдохнуть и искупаться в море. На прошлой неделе мы посетили пляж Лара, и об этом сейчас выйдет видео в углу, и я оставлю ссылку на него в описании. Ну а сегодня мы проверим, как водичка здесь, на пляже СРСУ. Итак, мы сюда приехали. Здесь есть фуникулер, который мы тоже как-то посещали. Здесь сегодня достаточно малая очередь, и довольно свободно можно пройти и проехаться на этом фуникулёре. Но мы приехали сюда не за этим. Сегодня мы пройдемся по самому парку СРСУ, и покажем вам некое отличие турецкого отдыха от отдыха, к которому мы привыкли в России. Ну что, пойдемте! Субтитры сделал DimaTorzok 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 В основном, в своем местные жители Турции привыкли отдыхать семьями и без спиртного. В отличие от нас, россиян, кто помимо мяса и овощей берет еще с собой на отдых что-нибудь из спиртного. В этом нет ничего плохого. Каждый отдыхает так, как ему удобнее. На эту тему можно долго разглагольствовать, но мы приехали сюда не только за этим. Мы еще приехали и посетить пляж и искупаться в море, чтобы сравнить, насколько оно прогрелось за эту жаркую неделю по сравнению с золотыми песками пляжа Лара и его морем. Итак, пройдемте на пляж! Пляж! Как мы можем наблюдать, людей на пляже много. Часть из людей загорают, а часть из них купаются в море. На улице довольно сильный ветер, но стоит отметить, что ветер в такую жаркую погоду очень теплый. И он совсем не мешает отдыхать и наслаждаться этим жарким выходным днем. Итак, вот я и переоделся. Ну что, пора теперь искупаться в воде и попробовать, насколько же она теплая. Продолжение следует... Итак, пора подводить итоги. Водичка в море прогрелась до такой степени, что из нее уже неохота вылазить. Так что, если вы вдруг планировали поехать в Турцию, но у вас было сомнение в том, что прогрелась водичка или нет, то можно смело ехать, так как температура в море уже стала комфортной. Кстати говоря, в этом парке довольно часто можно услышать русскоязычную речь, довольно знакомые голоса. Итак, ну а на этом мы будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Также делитесь своим мнением в комментариях. Мы обязательно все прочтем и вам ответим. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok